Боже, действуй в нас, действуй через церковь Твою, Боже, чтобы Твои планы не исполнились на этой земле, чтобы мы были теми людьми, теми сосудами, которые Ты наполняешь своей славой, наполняешь эту землю, Боже, наполняешь своей славой этот город. Боже, вот мы, действуй через нас, Боже, исцеляй церковь Твою, действуй, Господь мой, своей могущественной силой. Дух Святой, просим Тебя, наполни каждого сегодня, наполни каждого сердца, чтобы оно исцелилось. Боже, прикоснись к каждой душе, чтобы пришла победа Твоя во все сферы жизни. Во имя Иисуса, Боже, мы славим Тебя. Боже, Ты так нужен нам, Господь, Ты так нужен нам. Пусть придет Твоя победа, пусть придет Твоя святость во все сферы жизни нашей. Господь, Господь, Ты так нужен нам. Если бы не Ты, Господь, где бы мы были, если бы не Ты, Господь, куда бы мы дошли. Но сегодня здесь, на этом месте мы купаемся в Твоей любви, в Твоем присутствии, в Твоей святости, созерцаем Твою красоту и говорим Тебе, мы любим Тебя. Спасибо Тебе, наш Бог, славим Тебя, что Ты убираешь все ничтожное из нас, все ненужное, и даешь нам благодать созерцать Тебя, приближаться к Тебе, прикасаться к Тебе, иметь общение с Тобой, отцом в лице. Благодарим Тебя, Господь, славим Тебя, Господь, благодарим Тебя, Сын, Ты святой, Ты святой, Господь. Кто, как Ты, кто, как Ты, спас нас, исцелил, и вил Свою славу в нашей жизни. Кто-то пришел сегодня, и в сердце его дилемма. Ты ставишь условия Богу, оставь эту затею. Тебе надо просто довериться Богу. Тебе надо просто дождаться ответа. Не унывай. Ответ близок. Не принимай поспешных решений. И Бог явит в твоей жизни Его славу. Бог велик. Если ты не знаешь, что ты сегодня здесь делаешь, не смотри на людей. Не смотри на людей, потому что церковь состоит из людей. смотри на Бога. Он не людям. Он не меняется. В нем твоя сила. Бог любит тебя. Он доказал эту любовь, когда отдал своего единственного сына. Аллилуйя, Господь. Кто-то пришел с болью в сердце. Утешься Богом. Бог прикасается сегодня к тебе и говорит, ты исцелен. Сердце исцеляется. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Во имя Его Святой Крови. Аллилуйя, Господь. Ты силен сегодня, Господь, совершать свои чудеса среди своего народа. Являть свою силу и могущество. Являть себя. Насколько ты велик и славен. Боже, мы доверяем тебе сегодня. Мы доверяем всю свою жизнь. Мы даем все тебе, Господь мой. Потому что от начала и конца мы в твоих руках. Начал в нас свой святой труд. Мы верим, что ты его совершишь. Чтобы твоя слава была явлена в последние дни. И все увидели, насколько ты велик. И каждый, кто встретится с тобою. Прославил тебя. Каждый, кто увидит тебя, возрадовался и возликовал. Потому что получил эту милость и благодать приблизиться к тебе. Познать тебя. Любить тебя. Иметь общение с тобой. Спасибо тебе, наш Господь. За твою любовь. За твою защиту. За твое прикосновение. И мы ожидаем сегодня, Господь, от тебя пищи с небес. Мы ожидаем твоего слова, которое способно изменить жизнь. Каждого, кто примет его. Славим тебя, великий Бог. Спасибо тебе, ты святой. Славим тебя, великий Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Святой, Святой Бог всемогущий Святой, Святой Бог всемогущий Субтитры создавал DimaTorzok Святой, Святой Бог всемогущий 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 Да, Папочка, Ты Святой Ты возродил нас Не по желанию Жены Но по своему хотению Ты дал нам жизнь Ты дал нам святость Ты сделал нас Праведными в глазах Ты святой Воистину Ты святой Нет подобного Тебе, Господь Нет таких, как Ты И мы славим Тебя И превозносим Тебя Будь прославлен во всем Великий всемогущий Бог Отец, Сын и Дух Святой И вся церковь скажет Аминь Воздайте Ему славу Он достоин Он достоин славы Он достоин хвалы Он достоин поклонения Твоего Он достоин, чтоб Твое сердце лежало на даре славы Его Он достоин, чтоб Ты был у ног Его Чтоб Ты слушал мудрые Его слова Чтоб Твоя жизнь изменилась Славим Его Аминь Аллилуйя Слава Богу Мы рады всех приветствовать сегодня На этом месте Улыбнитесь друг другу Познакомьтесь, если вы не знаете друг друга Спросите, как у тебя дела Как прошла неделя Скажите хорошие слова Бог любит тебя Бог нуждается в тебе Аллилуйя Братья и сестры Те, которые сейчас далеко Отсели Не стесняйтесь У нас пока еще есть впереди места Это для удобства Проповедующего Это для того, чтобы Видеть всех вас Пожалуйста, проходите вперед Аллилуйя Аллилуйя Церковь, ты прекрасна Церковь, ты прекрасна Церковь, ты прекрасна Аллилуйя Аллилуйя Спасибо за понимание Спасибо за То, что вы Послушные Прежде всего Богу Аллилуйя Спасибо 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 Господу за это благословение Войти в Его присутствие Войти в поклонение И Просто радоваться Просто радоваться Богу нашему Который возродил нас Который дал нам эту победу И сейчас у нас прекрасное время Все меня слышат Не отвлекаются У нас сейчас прекрасное время Свидетельств Нужно три свидетельства У кого есть свидетельства Приветствую вас, дорогая церковь Рада вас всех видеть Вы оставили все свои дела Все заботы И пришли поклониться Господу Свидетельство у меня такое В четверг я С работы Ехала На женское служение И мы С сестрой Валентиной Наше место встречи было На Кирово Потому что моя работа была рядом На Ниагазе И там мы договорились С ней встретиться Сесть маршрутку И приехать сюда И вот Такое мое свидетельство Ну Конечно При встрече Мы очень радуемся Когда видим друг друга Разговариваем И Скажу, что у меня Такая особенность Когда я Человеку От всей души разговариваю У меня происходит Рассеянность Я теряю свои вещи Забываю Ну Многие уже знают Мои свидетельства О оставленных сумках В транспорте И это было уже четвертое Ну Можно уже написать Отдельные Книгу Свидетельств О моих сумках Потерянных Не потерянных Нашедших уже Ну в общем Когда мы с ней встретились Уже Перед маршруткой Она мне гостиниц принесла Там У нее дача Немножко там Смороденька Еще там Продуктов Вот Когда сели в маршрутку Я вспомнила Что взяла тоже для нее гостиниц Духовный Это был календарь На украинском языке Так как она Очень Дуже досконало Зная украинскую мову То я уже От нее Украинизируюсь Ну Девчата Тут знаете Вот И так Ехали Дорога была короткая Она сидела впереди На одиночном сидении Я за нее Мы вот это разговаривали Я ей передала Этот календарь Вот Мы вышли И уже поднялись На второй этаж Сюда Еще никого не было И Тут Вдруг я замечаю Что нет пакета А сумка в руках Говорю Валя Давай вернемся Мы останавливались Возле скамейки Разговаривали Всю дорогу шли Разговаривали Может там я оставила Подходим Туда нету Когда Валя Очнулась Потеряла Свою Заколочку Заколоты Волосы были Ну Говорю Валя Чудеса Прошлись мы С ней по пути С которого следовали Не нашли Заколочки Тут уже Сестры начали Наши подходить На служение Подошла Сестра Наталья И спрашивает Чего Вы Не заходите Я говорю Вот такое У нас Произошло Не знаем Что делать Что делать Или ждать Маршрутку По обратному пути Спрашивать Или как Она Давайте Помолимся Говорит Что там было В пакете Говорю Библия была В пакете Продукты Еще Она начала Молиться Господи Кто найдет эту сумку Значит она Ему пригодится Потому что там Библия Слова Божьи Вот произносла Коротко молитва Говорит Если вы согласны Говорите Аминь Я не могу сказать Аминь Потому что для меня Самое дорогое было Ну Господь дал мне Такую милость Писать стихи И это Библия в стихах И как бы Большая часть Уже дома написано Большая часть Была на черновике И я беру с собой На работу Если свободная Минутка Карандаш Листок в руке И я записываю Мысли Духа Святого И очень жалко было Этих черновиков Потому что там уже Был большой кусок И как бы В памяти Не все можно Воспроизвести И Меня это Очень Как бы сказать Мучило Что это Главное Утеряно Она Ну хорошо Тогда другое дело Поднялись Давайте думать дальше Ну вот Она дала Такую идею Написать Телефоны Раздать Маршрутчикам Они там Может созвонятся Друг друга знают Может Вот так Найдут Пакет мой Ну Написали Где-то там Шесть бумажек Ну Я говорю Девочки Я пойду так и постою Спросили у маршрутчика Который 62 маршруте Ехал туда еще На пески Говорю Через сколько вы Здесь будете Примерно Круг Сколько времени занимает Он где-то час Ну мы так Подбили Ну где-то около семи часов Ну Говорю Валя Ты здесь оставайся А я уже пойду Постою Буду бумажки раздавать Маршрутчикам Вот И если Ну Отдали эту проблему В руки Божьи Я говорю Если должна эта сумка Ко мне вернуться Она вернется Девчата еще Все благословили меня И пошла я Маршрутку ждать Встаю с этими Бумажками И говорю До этого еще Сказала Валя Что я Постою до семи Ну Отдам там несколько Хотя бы телефонов Потом вернусь На служение И стою же Жду эту 62 маршрутку Много маршруток Прошло Нет 62 И все Вот И где-то без пяти семь Едет 62 Я уже так машу Думаю Хотя бы Чтобы она остановилась Могла и не остановиться На мера Останавливается Много людей Еще вышло Я захожу Мужчина сидит То есть Я водителя не запомнила А это та самая Маршрутка Оказывается Где пакет мой И остался Я ему Вот уж Спеша Спешу Выложить Информацию Потому что И он спешит Держу эти телефоны В руках Хотела уже Как бы дать Говорю Пакет от серого Говорю Случайно у вас не оставался А он Какого пакета Я уже понимаю По его реакции Что это оно и есть Когда смотрю А пакет мой Лежит возле него Аллилуйя Да Аллилуйя Он еще Как бы поспрашивал Что там лежало Говорю Ну Библия Лежала В такой-то сумочке Вот Ну он довез меня еще До бульвара Шевченко Пока я рассказала Потом же возвращалась Назад Говорю Господи спасибо тебе Спасибо тебе что ты верный Несмотря на такую рассеянность Да Ты вот такой верный Ну это была большая радость Слава Богу Вечами И съесть это варенье Или ванину Туда будут спасены все Благословляем их Значит это воля Господа Но когда она действительно пришла И она принесла эти стихи И когда она стала читать Это слава Божья Она вот очень скромно Ничего не сказала Но там действительно Реально поэма Достойная того Чтобы она была бы Напечатана Она вот пишет стихи Которые на уровне Ну я не знаю Поэтов Которые Ну она вот Библию рифмует Это просто чудо И я тоже Я поняла Почему она нашлась Потому что Господь хранит свое слово И возвращает все В руки владельца Я вас приветствую дорогие братья и сестры Я хочу сказать Случай Который был во время Моего служения В Висе Гидон Когда мы благовестовали По всей Запорожской области Раздавали Библии людям В одном веселе Я подхожу К этому двору И зову хозяин 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 Вам гости И смотрю Я потом присмотрелся Смотрю Где-то в десяти метрах От калитки Сидит ко мне спиной Дедушка И перебирает картошку Ну я подумал Наверное не слышит Раз В таком возрасте Я открываю калитку И к нему подхожу И говорю Дорогой хозяин Вас очень любит Господь И он хочет Чтоб вы читали его Святое Слово Евангелие И предлагаю ему Новый Завет Он как увидел Это Евангелие Залился слезами И как стал плакать Прямо плакал В захлеб И я стал его успокаивать Потом говорю Простите Я вас наверное обидел Почему вы плачете Скажите мне Если я виноват Простите меня Он плачет Плачет Я еще несколько минут ждал Пока он успокоился Плач был вообще Очень сильный Потом он успокоился Я уже стоял Ужидал И говорю Пожалуйста успокойтесь Не волнуйтесь Скажите В чем дело И он говорит Нет сынок Говорит Ты не виноват Говорит Что я заплакал Я когда увидел Святое Евангелие Я вспомнил своего сына Которого полгода назад похоронил И тут же мне Начинает рассказывать Представь себе Что за всю свою жизнь Он ни разу Никогда не видел врача Он абсолютно здоровый был Никогда ничем не болел Ни простуды Ничем Он врачей В белом халате Никогда не видел И он был абсолютно здоровый И причем у него была Феноменальная память Он всегда отлично учился Он очень легко закончил Высшее учебное заведение Своими руками Построил двухэтажный дом У нее прекрасный сад был Великолепный виноградник У нее семья Прекрасная была Жена красавица Дети Отличники тоже В школе И он как-то И он сказал мне Папа Ты видишь Я все относил Что у меня есть Он говорит Я ни в чем не нуждаюсь И он говорит Я все могу делать Своими руками И он говорит Если что нужно Я всегда Любую задачу решу А потом Сказал В решении этих проблем Мне даже Бог не нужен Сказал эти слова Представьте себе Да Ну Папа же не верующий был Ничего ему Никакого замечания не сделал И в этот же вечер Он уезжал на машине От папы домой И при первом же повороте На машине Разодрал Родинку На ягодице И пошла онкология За неделю он сгорел От онкологии За неделю И не помогли Ни большие дети Ни врачи светила Которые умели лечить Не смогли ему помочь И он Я тут вспомнил Вот это И поэтому Меня это сильно Возволновало Поэтому А в Писании написано Что Бог Поругаем не бывает Как только человек Сказал что Бог ему не нужен То Господь может Просто отвернуться Такого человека Есть еще подобный случай Один молодой Французский Король Готовился к войне К нему приходит Судя Ой Слуга И говорит Там внизу Пришел к вам Священник Хочет что-то важное Вам сказать А король Отвечает ему Говорит Я настолько занят Что у меня нет Времени даже Для Иисуса Христа После этих слов Он Через два шага У него что-то Кольнуло сердце И он умер Замертво На глазах этого слуги Как только Человек сказал Что Бог ему не нужен То и Бог Ему не нуждается И поэтому Бог Поругаем не бывает Держите за Господа Благодарите Славьте Его И призывайте всех Чтоб все Искали И поклонялись Нашему Святому Господу Авид Аллилуйя Еще У вас есть свидетельство? Я читаю Я читаю Интересную книгу Называется Под маской Это про Это про женщин Про сексуальность И там Автор пишет Что Однажды Он Он Я пригласил Я пригласил На свидание Одну из своих дочерей И было 8 лет Вот Интересно Я так поразмышлял Думаю Интересно В моей жизни Мы комплексуем В чем-то И Он Не согласился И через какое-то время Буквально быстро По-моему Дочку сбивает машина Насмерть И он вспоминает Эти моменты И он не может Ну Себе простить Был случай Была возможность Была возможность Да Не воспользоваться Смотря Один сюжет Может Вам будет смешно Но Меня сильно коснулось Это Я говорю за себя Мультик называется Анастасия И когда Она в зале Находилась И музыка И звучит И когда отец Выходит Это воспоминание Выходит И она перед ним Становится Подымается И они Вместе танцуют Это просто Ну Я не мог Без слез На это смотреть Ну У меня так Слаживались обстоятельства Немножко С моей дочерью Мы очень сильно похожи Очень Как две капли воды По характеру И Знаете Бодаемся Начинаем Бодаться Кто сильнее Вот Ну Вот И Бог благословил Да Это тоже очень сильное свидетельство Оно отдельное Ну Это не сейчас Я буду рассказывать Наша старшая дочка Она уехала в Польшу Возможно она там будет учиться А возможно она там будет жить Вот И Перед отъездом Перед отъездом Я начал размышлять Ну Как Как бы вообще Наладить взаимоотношения Ну Как бы эти все моменты Вот Ну Пришло горячее желание Все таки Это И первое что я сделал Я Мы с Наташей ее пригласили Хитро так пригласили В одно В одной магазин Я купил ей колечко Колечко Она купила И потом я ей говорю Знаешь Аня Мне к тебе еще есть одно Одна просьба Еще одна просьба Которой Я не хочу чтобы ты мне отказала Я отказ не принимаю Я хочу тебя пригласить на свидание Я тебя хочу пригласить на свидание Для кого-то может это кощунство Для кого-то непонятно Для кого-то это Для отцов это понятно Она ответила Да Знаете мы провели такое время Интересно Было жарко Мы пошли Заказали пить Мы сидели Общались Мы прогуливались Состояние Знаете Состояние отца Очень интересное В этот момент Я пережил такие интересные Чувства Придя домой Я жене рассказал Она говорит Знаешь что у тебя еще есть младшая дочка Я понимаю О чем идет речь Когда свидетельствовала Назира за то что она попросила на день рождения у папы Свидания Встречи Это было сильно Когда взаимоотношения Как в Малахии написано Да Я обращу сердца родителей к детям и сердца детей к родителям Что я хочу тебе пожелать церковь Ну конечно Есть взаимоотношения Можешь с женой Это первое Да Если у тебя Ну Какие-то сложные Что-то потеряно Утеряно было Я желаю тебе Во имя Иисуса Христа Чтобы ты наладил эти взаимоотношения Может тебе надо пригласить Жену на свидание Вернуться Вернуться в стадию влюбленности Искать Бога Чтобы Господь дал тебе возможности Переосмыслить В христианском Время Уже около 20 лет Осмотрелся на всякое Особенно в христианстве Когда рушатся семьи Ну я не могу на это смотреть просто так Я не могу Особенно когда друзья Семьи друзей рушились Это просто ну Невыносимо было смотреть Особенно в христианстве Ладно это в мире Они живут как хотят Люди вообще там не знают Бога Но мы Ну вообще Мне не вмещается в голову Пересмотри свои взаимоотношения Если у тебя нет возможно это Встретиться Взнать взаимоотношения с дочерями своими Проведи это время У меня нету сыновей Я не знаю как у тебя там У меня нету сыновей Возможно когда Дочеря приведут Мужей Они станут сыновьями Может тебе с сыновьями Надо наладить взаимоотношения Наладь эти взаимоотношения Начни Пригласи Пригласи на свидание Я хочу вместе с вами сейчас помолиться Помолиться за семьи Которые сейчас переживают трудности За взаимоотношения с детьми Дочерями, сыновьями Я хочу сейчас помолиться вместе с вами Во имя Иисуса Христа Отец Мы приходим к тебе во имя Иисуса Мы нуждаемся в твоей милости Мы нуждаемся в твоей благодати Господь Мы просим милости Мы просим милости Чтобы Чтобы наши семьи Они были крепки Чтобы наши взаимоотношения Они были Сильны Мы Трое скручено Они скоро порвется И мы благословляем во имя Иисуса Благословим мужей и жен Мы благословляем наших детей Мы благословляем Чтобы Чтобы в наших семьях был мир Мир твой божественный Чтобы люди В виде нашей семьи Нашей жизни Они Они хотели Познакомиться С тем Иисусом Христом Который открылся нам Который подарил нам Рай Здесь на земле Спасибо тебе Господь Мы благодарим тебя Мы благословляем Чтобы Чтобы как написано Малахия Чтобы сердца родителей Были обращены К детям И сердца детей Их родителям Во имя Иисуса Христа Мы благословляем Мы просим Твоей мудрости Отец Мы просим мудрости Как родители Чтобы строить Правильные взаимоотношения Чтобы Наши дети Видели В наших жизнях Тебя Господь Чтобы они брали пример Чтобы они не строили Свои семьи На разрушенных На пепелищи Господь Мы просим Чтобы они строили На основании На основании любви Во имя Иисуса Христа Благослови 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 Отец Мы любим тебя Слава тебе Нашим Тесным Отец Аминь И короткая Реклама Я не знаю Я сейчас читаю книгу Пять языков любви Это как вам родители Так и Будущее Если вы хотите строить Правильные семьи Строить правильные взаимоотношения Найдите эту книгу Приобретите Запишите сейчас Пять языков любви Запишите Это не только Муж с женой Это взаимоотношения На работе Это взаимоотношения В церкви Эти все моменты Мы можем Мы можем Подчеркнуть для себя И сделать Правильные Правильные расстановки Ну как мне кажется Это Это очень Ну это очень важная Интересная книга Аллилуйя Спасибо Сейчас у нас Время Для наших Детей Мы просим Наших детей Выйти Родители Отпустите Давайте Все Поднимемся Протянем Наши руки И благословим Наши детей Это наше будущее Будущее Церкви Будущие Подростки Будущая Молодежь Будущие Служители Аминь Церковь Аминь Это родители Только говорят Аминь 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 Да Приветствуем Приветствуем И церковь Вы уже должны были запомнить Как его зовут Проверим Давай отсюда Как зовут Паша Вам приятно Да что вас знают Ваня Ваня Ян Даша Рада Малышка Как тебя зовут Карина Мы теперь будем знакомы Дарина 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 Хорошо Дарина Будем знать Маши рукой Егор Мы знаем уже все Маши рукой Алина Алина Саша Рита 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 Машей рукой Владик Василиса Михей Богдан Еще у нас есть две девочки славные Лора и Афина Вот уж можем похлопать Приветствуем И мы благословляем наших сыновей и дочерей Именем твоим Иисус Мы благодарим тебя За избрание твое За призвание твое За предназначение для них Кто не соль земли Свет мира Кто не начальники Цари и священники Мы смотрим на них И мы хотим вложить в них Эту надежду на тебя Веру Чистоту Любовь Так чтобы они были смелыми на добро Сильными на помощь Господь Мы молимся о том Чтобы они были этими людьми Которые будут вести за собой других Чтобы уже сейчас в детстве Они были дружелюбными Они были честными Смелыми помочь Смелыми защитить Смелыми сделать добро Помочь Чтобы они были такими милостивыми Добрыми Прощающими Любящими Мы благословляем их Благословляем наших дочерей и сыновей Которых ты доверил нам Благодарим тебя за здоровье Благодарим тебя за силу За способности Которые они имеют За красоту Которые они имеют За ум Которые они имеют Спасибо им благословляемых Аминь Присаживайтесь Если позовут вас Потом пойдете Аллилуйя Сегодня нашего пастора нет Но сегодня проповедует Фурса Андрей Церковь Победы Давайте поприветствуем его Аминь 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 Ну Мы с вами и родственники Поэтому Кто знает Моя жена из вашей церкви Аминь 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 Так Ну Сегодня Хочу Говорить на тему Духовное восстановление Духовное восстановление Такая будет тема И Конечно Когда мы говорим о восстановлении Это больше Речь касается тех Кто Уже Господи Какое-то время Это больше для таких людей Не тот Кто Вчера покаялся А больше для тех Кто Уже Давно покаялся Или сравнительно Давно Ну Можно Такой вопрос задать Кто Здесь верующий Больше пяти лет Больше пяти Ну Аллилуйя Слава Господу Да В общем Я не говорю что это только для вас Это для всех слово Но просто я буду говорить о Духовном восстановлении Могу подобрать более красивое слово Чтобы было более приятно Я скажу Духовное обновление И сразу так Да приятнее Духовное обновление Но я буду говорить именно о восстановлении И Когда падение у человека Приходит резко Так Явно Масштабно С какими-то Плохими последствиями Тогда Ни у кого нет сомнения Что такому человеку нужно Восстанавливаться духовно Да Если мы Читаем 1 Иоанна 1 8-9 Что если Исповедуем грехи наши То Бог Что он будучи уверен и праведен Простит Грехи наши И очистит нас от всякой Неправды То есть Я сразу простил Или через полгода Прощаю Сразу Правда же А значит и мы должны сразу прощать Если кто-то нас обидел Аминь Не так что я недельку пообижаюсь А потом Ну может месяц Еще в следующем месяце прощу Не так То есть сразу Бог нас сразу прощает Нам надо прощать Сразу Но дальше написано Очистит от всякой неправды Вот слово очистит Это не всегда бывает сразу Потому что простит Это Божья суверенная часть И он встращает А очистит Это Божья работа во мне И Божья работа во мне Совершается по мере того Как я позволяю Богу ее совершать Как человек со свободной волей Которую Бог мне даровал Я могу позволять Богу что-то делать во мне Я могу не позволять Иисус говорит Стою у двери и стучу Кто откроет войду Да Поэтому кто открывает Кто пускает Иисуса Работать его сердце Там Иисус работает Соответственно Если человек упрямый Жестоковый И тому подобное То он кается Бог прощает Но очищение не происходит По той причине Что он не позволяет Богу это И вот восстановление Это как раз вот этот вот Процесс очищения О котором я буду говорить Духовное восстановление Так вот Если человек явно упал Какой-то грех Будь то блуд Нечистота Там или пьянство Алкоголь Наркотики Развод и тому подобное То эта авария Она очевидна И не возникает вопросов Надо восстанавливаться Человеку или нет Если он нес какое-то служение Возможно его Отстраняют от служения На время восстановления А если он просто был Прихожанином Там просто Приходил на служение То просто он проходит Какой-то Период Духовного восстановления Но Явно что видно Что человеку надо Но бывает такое Что Человеку нужно Но он этого не чувствует Когда это происходит Когда падение происходит Не резко А плавно В виде расслабления То есть Когда человек Расслабляется Его духовные нормы Понижаются 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 Да И Он не чувствует Что ему нужно восстановление Почему? Потому что в голове у него Как бы все в порядке Вроде как Но Дела они такие И Получается Когда плавное происходит Вот это вот падение Такое бывает То чаще всего Человек не чувствует Что ему нужно восстановление Поэтому Я Чтобы помочь Разобраться К чему И где восстанавливаться надо Дам несколько критериев Которые Показывают Что тебе нужно Духовно восстанавливаться И Первый критерий Это ты забуксовал Духовно Ты духовно Забуксовал Ну машина буксует Все знают Что такое Это колеса крутятся Но вперед Не едешь Да Двигатель работает Топливо Расходуется Но движения Вперед нет Я говорю о духовном движении Ты забуксовал Духовно Как это определить Ну давайте посмотрим Филиппийцам Третья глава С тринадцатого стиха Послание К филиппийцам Третья глава Будем Читать С тринадцатого стиха Ну обычно Когда человек Буксует внутри Из-за того что все гудит Ему кажется что машина его Все еще едет Но она может уже не ехать Значит Братья Я не почитаю себя достигшим А только забывая заднее И простираясь вперед Стремлюсь к цели К почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе Итак Кто из вас совершен Так должен мыслить Если же вы о чем иначе мыслите То это Бог вам откроет Впрочем До чего мы достигли Так и должны мыслить И по тому правилу жить То есть у каждого есть какие-то правила По которым он живет И эти правила Ну нужно жить как Бог тебе открыл Да здесь написано Что если что-то Бог не открыл Он тебе откроет И мы понимаем Что Бог открывает постепенно Да постепенно Открывает Я когда покаялся Пришел в церковь Просто ходил Наслаждался служением Потом Бог мне открыл Что можно прийти На молитву еще Помолиться Сначала просто ходил Только на собрания По воскресеньям И на молодежные там были У нас А потом Бог как-то открыл Что можно прийти еще И на молитву церковную И помолиться Для меня это было откровением Потому что до этого я думал Что на молитву ходить Не обязательно А то скучное дело Ну Ну там же два часа молятся Или сколько там Час там два Для меня это было скучно Почему? Духовный младенец был Потом Бог открыл Что можно Потом у нас были ночные молитвы Бог открыл Что можно и на ночную пойти И я пошел первый раз На ночную молитву И я заснул И проспал Там половину Наверное Молитву Ну как я определил Что я проспал Я просто Слышал Как один человек ведет молитву А потом Вдруг Смотрю уже другой ведет А я не помню Как один ушел Другой пришел И сколько между ними не было Было людей Которые еще вели Я тоже не знаю Я понял Что я спал Вот Но потом я начал молиться Сейчас я могу молиться всю ночь И мне не хочется спать Но был момент Когда Бог мне открыл это И я вошел в это А также может быть Что человек вошел Потом вышел Перестал Молился Перестал молиться И тому подобное Значит Какие у тебя духовные правила Что Бог тебе открыл Ты живешь на этом уровне Или Ты живешь Старыми своими достижениями Здесь апостол Павел говорит Что я Забывая заднее Простираюсь вперед Если твои главные Духовные достижения Это то что было в прошлом 5 лет назад 10 лет назад 15 лет назад 20 лет назад То Возможно ты забуксовал Если ты вспоминаешь Как ты 10 лет назад изгнал беса И до сих пор Ты радуешься этому То Ты Застрял Потому что бесы еще есть Еще остались Ты еще не всех изгнал И тому подобное Поэтому если живешь С прошлыми успехами Скорее всего Ты застрял Если Ты Простираешься вперед То есть у тебя есть Свежие цели от Бога Свежие вызовы Которым ты стремишься То это говорит о том Что У тебя есть какое-то Движение вперед По крайней мере Есть Хотя бы немного Что-то Какое-то стремление А если все твои успехи в прошлом Ты можешь часами Рассказывать о том Как было Когда ты пришел к Богу Как ты молился Как ты проповедовал Если ты только о прошлом Мыслишь Ты никуда вперед не идешь То Ты Нуждаешься В духовном восстановлении Потому что Ну Я имею в виду Прошлое это не то что было вчера Вы понимаете Да А то что было Полгода назад Год назад Два года назад Три года назад Десять лет назад Хорошие воспоминания Нужно хранить их Уроки Которые Бог дал Нужно хранить Но нужно двигаться дальше Как здесь написано И Есть еще какие-то вещи Которые Бог тебе не открыл Если ты будешь делать то Что Бог уже открыл Бог откроет новое И часто люди застареют Когда? Когда Бог им что-то открыл И они не делают это Бог новое не будет открывать Бог кормит нас ложка за ложкой Это важный момент очень Никто не ест сразу целую тарелку Вот так вот на себя Правда же? То есть ты берешь ложку Раз 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 Если ты не съел ту ложку Которую Бог тебе дал Новую Он тебе давать не будет Смысл какой Вот поэтому Пока ты не начнешь делать то Что Бог тебе уже открыл Новое Бог не даст Вот в этом признак того что Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok